В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, Александр Гурарье. Мы продолжаем обсуждать последствия заявления президента Соединенных Штатов о выводе американского контингента из Сирии, последовавшей за этом отставке шефа Пентагона. Мы беседуем сейчас с капитаном первого ранга в отставке ВМФ Соединенных Штатов Америки Гарри Юрием Табахом. Юрий, здравствуйте. Шалом, Израиль. Привет, Америка. Юрий, скажите... Шалом, Америка. Шалом, Америка. Хорошо, можно и так. То есть получается, что заявление Трампа оказалось в определенной степени неожиданности для его ближайшего окружения, в первую очередь для шефа Пентагона. Почему, на ваш взгляд, это решение привело его к мысли подать в отставку? Ведь он сам подал в отставку, не то чтобы его уволили. Да, да. Я не думаю, что это было неожиданностью, потому что это так преподносят наши левые СМИ и все левые СМИ в Израиле, подхватывают это, ну по всему миру они подхватывают это. Потому что Трамп такой непредсказуемый, такой идиот, взял и вывел войска. Во-первых, он это еще говорил в своей избирательной кампании. Об этом он говорил. Во-вторых, он, конечно же, советовался. Он советовался с нашим самым крупным специалистом по Сирии, по этому региону. Джефф Джефферсон, по-моему его зовут. Это было не неожиданностью. Он об этом спорил с генералом Матисом до этого. И Матис был не согласен по многим вещам с президентом Трампом. Он был не согласен также за выход из договора с Ираном о ядерном договоре. Также он был не согласен, чтобы мы перевели свое посольство Соединенных Штатов Америки в Иерусалим. Поэтому это не было сюрпризом. Просто так время подошло. Я даже, по-моему, у вас на Айтон ТВ говорил, что я не помню, когда у нас был министр обороны военный человек. Военные люди вообще не создают хороших политиков. Я удивляюсь, что Матису не сказал даже тот же Колан Паул, всеми уважаемый генерал, который был нашим министром иностранных дел в Госдепе, что он тоже ушел с таким плохим осадком. Потому что у нас, у военных, совершенно другое мышление, совершенно другой подход к вещам, чем у дипломатов и политиков. Поэтому, конечно, Матис, который привык командовать войсками, вдруг становится чиновником и командует кто-то другой, он влезал в их дела, это явно. Там было много всего, почему Матис ушел. Одну вещь даже, вот знаете, что когда Трамп назвал Матиса или предложил его генерала Матису министра обороны, то все эти конгрессмены, 140 чем-то наших конгрессменов, голосовали против демократов. И дали ему кличку Мэтт Дог Матис, бешеный пес Матис. Это либеральная пресса подхватила, разнесла, что это у него такая была кличка, в армии не было. Мы его никогда не называли, мы никогда не слышали, чтобы его называли бешеной собакой. У него была кличка Ман, Монат. И это разнесли, ну правда даже Трамп один раз его так назвал, и он сказал Трампу, это мне не нравится, потому что это они так называют, что только бешеный пес может служить цепной силовиком у Трампа, у такого психа как Трамп. Но теперь, когда Матис подал в Атарску и сказал, что он не согласен, все эти 140 чем-то конгрессменов сделали из него героя. Вот теперь он талантливый военачальник, теперь он умный человек, теперь он человек чести. Это политика до такой степени, что у меня просто начинает чесаться во всех неприличных местах. Юрий, ну а что вы можете сказать про нового шефа Пентагона, который был заместителем, пришел из бизнеса? Я не знаю, я про него много не знаю, потому что он всю жизнь был гражданским человеком, я знаю, что он поднялся с самого низу до самого верха в компании Boeing. Он также был два года замминистром обороны, так что у него есть опыты в этом. И я думаю, что наверное он лучше подходит к этой должности, чем военный человек. Ну посмотрим, что получится. Скажите, а вот в отношении вывода войск из Сирии, то есть Трамп так уверенно объявил, что мы как бы победили, все классно, да, на самом деле в общем-то не совсем понятно, победили до конца или не победили. На ваш взгляд войска будут действительно выводиться или это все-таки больше декларация, и если и будет вывод, то очень постепенный? Ну, наверное, будет постепенно. Во-первых, там всего 2000 наших солдат. Во-вторых, их задача была вот помогать этой рабочей курдской партии на севере Ирак, на севере Сирии. Но дело все в том, что у этих курдов нет проблем с Сирией или с осадом. У них проблема с Турцией и с Эрдоганом. Мы, конечно, если Турция начнет с ними воевать, то мы, конечно, не будем воевать против Турции. Понятно, что это наш натовский союзник. Вот извините, вот и говорят, что Трамп подставил, кинул своих союзников там и так далее. Это не первый раз, что мы подставили курдов. Но Трамп торгаш, понимаете, он торгаш, он торгуется. Он говорит, если я уведу свои войска, тогда Саудовская Аравия должна везти. И тогда Саудовская Аравия уже говорит, хорошо, мы будем платить за инфраструктуру, отстраивать в Сирии. Не американцы это будут делать, а Саудовская Аравия. Он торгуется с Египтом, он торгуется со всеми в округе, в том числе и с Израилем. И он говорит там, Саудовская Аравия, тогда понесите цены на нефть. Видите, нефть сейчас упала в цене сильно. Он разными способами, он не военный человек. Он всегда говорил, он был против войны в Ираке, он был против введения наших войск в Афганистан. Он всегда, он любит воевать экономикой, а не военными. Если военными, то только очень точечно и очень быстро. Как он вот тогда приказал бросить огромную бомбу на игиловцев, когда он приказал ударить по Сирии с наших кораблей с томагавками. А вот так, чтобы вечно держать наших солдат где-то, в этой гибридной, нескончаемой войне, он всегда был против этого. И потом он говорит Конгрессу, послушайте, если вы хотите послать наших солдат туда, чтобы они там воевали, объявите войну. Иначе я их забираю туда. И почему я должен защищать, почему Америка должна защищать северные границы Сирии, защищать границы Ирака, защищать границы Афганистана с бывшим Советским Союзом, когда Конгресс демократический у нас не хочет защищать наши собственные американские южные границы. И оттуда к нам в Америку попадают и наркодилеры, и гангстеры, и террористы, и разного рода бандиты. Поэтому он и говорит, может быть, я этих солдат поставлю туда, куда вы мне не даете поставить стену. Потому что он выбирался, у него самое главное, он всегда говорил, Америка в первую очередь, Америка в первую очередь, а все остальное потом. Это был его девиз. И вот он говорит, Америка в первую очередь, Америка перед тем, как в Сирии, Америка перед тем, как курды. Но я вам скажу, что у курдов тоже... Мы можем помочь тем, кому кто хочет сам себе помочь. Например, Украина хочет помочь, мы им поможем. Израиль хочет сам себе помочь, мы ему поможем, мы за них воевать не будем, но поможем. Но курды не помогают сами себе. Да, они отличные бойцы, да, они долго борются за свою независимость, да, это целая культура и все, но они между собой дерутся, они между собой не могут договориться, поэтому непонятно, кому мы помогаем. Но также эти 2000 солдат, это не так много, если там что-то случится, серьезно, эти 2000 солдат мы можем перебросить туда в течение 40 минут. Курдам вообще-то воевать не очень сложно, если у них есть оружие, поддержка и поддержка с воздуха, что мы можем им предоставить очень быстро. А потом я считаю, что мы там еще Израилю мешаем, поэтому, когда мы там находимся, Израиль очень себя ведет чересчур аккуратно. Может быть, если когда нас там не будет, вы эту проблему погасите там побыстрее и подешевле. Ну что ж, это интересная точка зрения, что нам мешали американцы, чтобы решить проблему, посмотрим. А я считаю, что мы вам очень часто мешаем. Я как раз считаю, что Америка очень часто Израилю мешает, потому что там другие страны арабские в ООН Израилю наплевать, они не должны их слушать. А вот с Америкой им надо все время прислушиваться к американскому мнению, а у нас всегда мнение часто отличается от израильского. Ну что ж, это интересно. Посмотрим, как будут развиваться события. А что вы думаете? Последний вопрос, если можно коротко, по поводу амбиции Эрдогана. Ведь изначально все думали, что сейчас, как только американцы выйдут, Эрдоган тут же перейдет в Эфрат и завоюет бедных несчастных курдов. Но что-то он вроде как не торопится. И даже, по некоторым данным, он обратился к Трампу с просьбой не торопиться выводить войска, потому что, ну как бы это сказать, немножко испугался ответственности. Ну, конечно, конечно. Потому что, во-первых, он понимает, что теперь будут погибать там не американские солдаты, а его солдаты. А это Турция все-таки какая-никакая, а демократия. И он будет, критика на него будет, и международная критика на него будет. Теперь он не может, не будет обвинять израильтян в плохом отношении, в криминальном отношении в сторону палестинцев. Потому что он теперь ведет себя еще хуже в сторону. Нет, но тут я с вами поспорю. Обвинять он будет все равно. Это ничего не меняет. Нет, нет, я с вами согласен. Это я чересчур, конечно. Но я, в общем, говорю, что, конечно, на него он должен будет предпринимать какие-то действия и будет нести ответственность. Опять же, понимаете как, Трамп говорит, что Сирия – это не наша проблема, это не американская проблема. Это проблема стран, которые там находятся. Той же Саудовской Аравии, того же Египта, той же Геордании, того же Израиля. Пусть они решают эту проблему. Почему Америка должна решать эту проблему? За наш счет и за нашу кровь. А для Путина, для России что это? То есть для России вывод американских войск из Сирии – это хорошо, это подарок к Новому году, как мы недавно говорили с одним комментатором? Или это, наоборот, не очень хорошо, потому что возрастает степень ответственности, опять-таки расходы и так далее? Ну, конечно. Путин, знаете, человек КГБ, он все равно повернет все в свой выигрыш, в свою победу очередную. Я не думаю, что это хорошо для россиян, потому что они теперь вот это главное инородное тело там, которое там находится. И если они думают, что они найдут общий язык с сунитами или с шиитами или с курдами, они не найдут общий язык, это все равно им придется там еще больше терять солдат. И потом и с Ираном они должны будут делать то, что Иран захочет. Если они раньше могли сказать, да мы не можем это сделать, потому что там американцы, то теперь американцев нет, и Иран будет на них давить. Но подарок, по-моему, Израиль принес вчера на Рождество Христово подарок своим мусульманским братьям из Ирана вчера, насколько я знаю. Ну да, но это не в связи с Рождеством, но подарок, судя по всему, был, потому что не было возможности его предотвратить, то есть нужно было это сделать. Теперь вы видите, как я уже много раз говорил в вашей программе, что Россия не ваш друг, это не ваш союзник. Ну, насчет дружбы мы как бы не утверждаем, а союзник и, в общем-то, хорошие отношения и, по крайней мере, партнерские отношения в этом вопросе необходимы, поскольку мы слишком пересекаемся на этом узком пятачке на сирийско-израильской границе. Юрий, спасибо вам большое, спасибо, с наступающим Новым Годом, всего доброго, всего хорошего Америки, до свидания. Дорогие друзья, программа «Тема дня», всего доброго, до свидания, с наступающим Новым Годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова